Потеряться в интернете легко. Потерять что-то в интернете еще проще. Тонны источников сплетаются воедино, лишая возможности еще раз увидеть то, что вы когда-то видели, но не запомнили название или сайт. Хорошо, что в интернете вы не одиноки, и к вам могут прийти на помощь по любому, даже самому нелепому поводу. И иногда поиски утерянного могут превратиться в самую настоящую историю, где ложь неотделима от правды, интерес превращается в принципы, а результат преподносит сюрпризы. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВК и на дискорд канал. Сегодня я расскажу вам, как интернет искал игру про злого фермера, а нашел то, что всех шокировало. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. 11 лет игра World of Tanks собирает вокруг себя людей, которых объединяет не скиллы, а ценности. Стальной характер, упорство, несгибаемость. Здесь собираются люди, которых невозможно остановить. И каждое препятствие на пути к цели делает их только сильнее. В World of Tanks каждый найдет свой способ проявить стойкость характера. Например, тяжелые танки понравятся тем, кто готов держать удар. Очень важно грамотно использовать свою броню и мощное орудие. Попасть в уязвимые места противника бывает непросто, но с каждым боем ты все лучше понимаешь, как выиграть дуэль у конкретного танка, будь то ИС-3 или Королевский Тигр. Помимо захватывающего геймплея, в игре есть топовая графика и гибкие настройки, так что ты сможешь насладиться игрой даже на слабых ПК и ноутбуках. Прыгай по ссылке в описании, регистрируйся и забирай 7 дней премиум аккаунта, 400 тысяч кредитов и 3 танка, которые раскроют тебе особенности разных типов техники. World of Tanks – игра для тех, кто не сдается. Каждый из нас что-то ищет. Я вот, например, ищу старый фильм, на который случайно наткнулся, смотря телевизор в детстве. Там мальчик кидает какую-то фигурку в камин, а наутро обнаруживает в нем миленькое существо, похожее на дракона или динозавра, который очень быстро растет и постепенно становится все больше, больше и больше. Фильм был таким детским фэнтези из 80-х, в духе бесконечной истории или лабиринта, потому что дракон был оранжевым, милым и пузатым, и был то ли куклой, то ли плохим 3D, но скорее всего куклой. А все происходило в средневековом сеттинге, помнится был кадр, когда огромный дракон высился над замком. Это все, что я мог накопать у себя в голове. В воспоминаниях остались лишь парочку размытых образов, смутные ощущения и возможная канва сюжета. Что это за фильм, я понятия не имею, и меня это мучает больше 15 лет. Если вы знаете старый фильм про оранжевого дракона из камина, напишите пожалуйста в комментариях, меня уже ломает. Или попытайтесь найти свое, ведь у каждого из нас есть фильм, игра или музыка, на которую мы когда-то случайно наткнулись, каким-то образом запомнили мотив или отдельный фрагмент и не обратили на это особого внимания. Но воспоминание об этом осталось, и по каким-то неведомым причинам оно всплывает в самый неожиданный момент и заставляет нас искать первоисточник по обрывкам затертых и измененных фрагментов памяти. Для таких случаев было придумано много сервисов и сообществ, где люди помогают друг другу восстановить воспоминания и принести покой в душу. Одно из таких сообществ – Subreddit Tips of My Tone, что переводится примерно как «вертится на языке». Subreddit очень популярный и помог многим людям, и именно там появился человек под ником Sparta213, который оставил очень странный запрос о помощи. Он рассказал, что наткнулся когда-то на стандартный симулятор фермера по типу Harvest Moon или Star de Valley, только начинается игра с того, что главный герой, фермер, во время жаркой ссоры убивает свою жену. Для медитативных симуляторов фермера завязка непривычно шокирующая, но геймплей, по словам Спарты, был еще странней. Помимо того, что вам, как и в других представителях жанра нужно заботиться об огородах, нужно еще избавляться от улик и постоянно прятать труп жены в доме или окрестностях, чтобы надоедливая полиция не смогла его обнаружить во время регулярных обысков. Воспоминания Спарты всех озадачили. Люди и близко не знали, о какой игре может идти речь, поэтому большой заинтересованности его пост не вызвал. Многие решили, что это браузерная флэш-игра, но Спарта это опроверг. Тогда все пришли к заключению, что это очередная малоизвестная поделка из RPG Maker или просто мод, найти которые невероятно сложно. Лишь несколько людей скинули парочку вариантов ферм, где были загадочные сюжеты или нестандартные механики. Например, в Skateland, где мирная прополка грядок прерывается наступлением военных. Но все они были далеки от описания, а сам Спарта ни одну из них не опознал, поэтому все просто развели руками и пошли по своим делам. Добил надежду один комментатор, который предположил, что Спарте игра могла просто присниться, а мозг посчитал ее за реальные воспоминания. На этом история странного фермерского симулятора могла бы закончиться, а посте Спарты все забыли, а игра так и осталась бы неизвестной. Но через два года, в 2018 году, сразу два человека написали посты в сабреддит о таинственной фермерской игре, где нужно было скрывать убийство жены и заниматься грядками. Так значит, эта игра действительно существует. В этот раз люди отнеслись более серьезно и начали копать куда глубже. По симулятору злого фермера, как теперь называли эту игру, стали строить новые теории и догадки, тем более начала поступать свежая и важная информация. Самая очевидная версия, что злой фермер был создан в RPG Maker и затерялся среди миллиона других неизвестных поделок, была опровергнута двумя новыми свидетелями. По их словам, игра распространялась бесплатно через сайт разработчиков шок-контентом и свое наполнение никак не скрывала. Она была выполнена в мрачной пикселяр стилистике, но катсцены визуально отличались. В игре был белобородый дед, можно было рыбачить и иногда поймать улики, а также повествование делилось на дни, и после каждого появлялась надпись с датой. Но несмотря на возросшее количество зацепок, их оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то продвинуться в поисках игры. Самой близкой к описанию была игра Rip and Soul. В ней не было убийства жены и механики прятания тела, но игра была жуткой фантасмагорией, где все люди по непонятным причинам превратились в странных существ и единственное, что они стали знать, что у них есть ферма и можно попадать в мир грез, на которые могут влиять вещи из реального мира и выращенные растения. По настроению и атмосфере, Rip and Soul сильно напоминала злого фермера, но это все же была не она. Многие стали предполагать, что игры про злого фермера на самом деле нет, а те, кто про нее пишет, пытаются придумать новую крипипасту. Сомнения были обоснованы. Все-таки загадочный симулятор фермера про убийство жены звучит как название очередной страшной истории из интернета в духе потерянных картриджей и проклятых версий. Но зачем кому-то раздувать крипипасту из непопулярного поста на реддите, тем более что ничего сверх необычного и мистического о игре не говорят. Все решить мог второй свидетель игры. В своем посте он упомянул, что нашел старый сломанный ноутбук, на котором был установлен симулятор злого фермера, поэтому он о нем и вспомнил. Да, история со сломанным ноутбуком, на котором чудесным образом есть копии игры, но ее не достать, это уже какое-то клише. Но реддитеры не оставляли надежду. Вдруг игра все еще там. Они накидывали советов, как починить и восстановить поломанный жесткий диск ноутбука, советовали профессиональные компании по восстановлению данных, но на жесткий диск попала влага, поэтому восстановлению он не подлежал. Простите, что я вас обнадежил. Этими словами владельца ноутбука закончилась вторая попытка найти игру про злого фермера. Хотя как закончилось? История про злого фермера чем-то всех так зацепила, что появился отдельный сабреддит под названием «Это игра про злого фермера». Неизвестный проект стал настоящим вызовом. Люди вспоминали, что игра действительно есть, ее концепт привлекал своей необычностью, но она настолько непопулярна, что ее потеря в глубинах интернета была очевидным исходом. Найти злого фермера для интернет-детективов было уже делом принципа. В следующие пару лет в сабреддите по злому фермеру собирались все крупицы информации, которые люди могли найти или вспомнить. Выяснилось, что в игре, вероятно, можно было по-разному убить свою жену, а ее труп использовался как удобрение для посевов. Вы должны были перетаскивать и прятать труп между полями так, чтобы вас не заметила полиция, которая приходит с проверками в рандомное время. И если вы неправильно использовали труп, все ваши посевы умрут. То есть как такового фермерства в игре не было. Вашей основной целью было разложить труп жены. Правда, чем больше информации поступало, тем больше появлялось несостыковок. Например, одни уверяли, что мини-игры с рыбалкой были, другие говорили, что нет. Но это было не так важно, ведь область поисков могла значительно сузиться. Некоторые припомнили, что сайт, на котором можно было скачать игру, был европейским или даже русским, а сама игра была на дисках, идущих в комплекте с немецкими игровыми журналами. Реддитеры пришли к выводу, что игра про злого фермера не столь большая, как Сардювали или Харвис Мун. Скорее всего, это была короткая демка с простейшей графикой и звуками. Некоторые коллекционеры вызвались проверить немецкие игровые журналы на наличие игры, проверяя каждый из них, вплоть до 2016 года. Но найти ничего не удалось. Конечно же, это посеяло смуту в сабреддите. Никто не знал, чему можно доверять. Все больше людей приходили со своими зацепками, но выяснить, сколько из них выдуманы, не представлялось возможным. Тогда люди решили вернуться к истоку, к Спарти 213. Он заявил, что большинство людей, которые якобы играли в злого фермера, либо выдумывают новую информацию, чтобы подстегнуть поиски, либо просто хайпуют, уводя расследование в другую сторону. К сожалению, сам Спарта также перестал быть надежным источником. Выяснилось, что он страдает бессонницей и сидит на таблетках, что периодически вызывает провалы в памяти. Поэтому для многих стало очевидно, что злой фермер Спарте приснился. Или он прочитал, или увидел произведение с подобным сюжетом, и его воспоминания смешались в голове. От наплыва этих версий сам Спарта стал сомневаться в реальности игры и предполагал, что она действительно могла быть его сном. Но все же, оставалось достаточно людей, которые были уверены, что игра была и был сайт, с которого эта игра скачивалась. Если бы этот сайт был найден, дело раскрылось бы в два счета. Найти сайт вызвалась девушка под ником PlumpDev. Она тоже помнила злого фермера и помнила внешний вид сайта, простой, с белым фоном и минимальной информацией на нем. За поиски она взялась крайне серьезно. Единственной зацепкой было размытое название сайта, вроде freebcgames.com или allfreegames.com, но PlumpDev это не останавливало. Несколько дней она тратила от 6 до 14 часов в поисках заветного сайта, прибегала к помощи сервисов, которые показывали похожие по названию или наполнению сайта, и даже забрутфорсила поиск, открывая не только все ссылки, которые хотя бы отдаленно напоминали первоисточник, но и тысячи самых разных онлайн-игр, в надежде на то, что хотя бы одна из них точно окажется про злого фермера. Вот что творит отсутствие работы и куча свободного времени. PlumpDev делилась результатами своих поисков, выкладывая посты на Reddit с кучей ссылок на игры, которые как-то могли напомнить злого фермера, и ссылок становилось все больше. Ни одна из них все же не была искомой, и реддитеры уже успели расстроиться. Поиски заходили в тупик. Чем дальше продвигалось расследование, тем больше появлялось подозрение, что свидетели злого фермера, начитавшись зацепок информации, объединяли их со своими воспоминаниями о разных фермерских играх, сформировав одну игру, которую все искали. Но внезапно PlumpDev нашла игру. Она называлась The Red Sun Sets Over The Field of Grain, и несмотря на то, что она немного отличалась от воспоминаний Спарта и других, множество вещей сходилось. Это была пиксельная игра, где вы занимались своей фермой, и начиналась игра с убийства своей жены и ее любовника. Игра была создана для айфона за 36 часов, группой студентов из колледжа в 2015 году, и являлась критикой бессмысленных симуляторов фермерства того времени. Описание Red Sun гласит «Можете ли вы бесконечно сажать семена и собирать монетки, зная, что вы совершили преступление? Справитесь ли вы с чувством вины, покупая новые саженцы? Сможете ли вы игнорировать напоминания о том, что вы совершили, и спокойно заниматься фермой?» Непопулярность проекта также была обоснована. Игра просто не попала в App Store сразу по ряду причин. Игра была сделана слишком быстро и не соответствовала качеству, содержала противоречивые темы, могла вызвать чувство отвращения и прочие штуки. То есть про игру вы могли узнать только если были лично знакомы с разработчиками или с их близким окружением, а скачать Red Sun можно было только со сторонних ресурсов, какого-нибудь неизвестного сайта, как например. Казалось бы, ну наконец-то, 4 года поисков наконец-то завершились, но вот проблема. Чтобы установить игру на айфон, нужно было провести куда больше манипуляций, чем просто нажать на кнопку «Загрузить». Чтобы кто-то когда-то её мог просто взять и запустить, тем более на компьютере, вызывало сомнения, но все знали, как их можно развеять. Конечно же, все стали спамить сообщением о находке с партией, тот пришёл, чтобы вынести свой вердикт. И к сожалению, Red Sun была совсем не той игрой, которую он помнит, и айфона у него никогда не было. Но схожесть действительно была поразительной. Фрустрация накрыла весь сабреддит. Решение тайны было так близко, и теперь всё придётся начинать сначала. Поиски было решено продолжить в другом направлении. Возможно, никто не может найти одну конкретную игру о злом фермере, потому что она не одна. Возможно, люди, видя описание злого фермера, вспоминают разные игры с похожим наполнением. Поэтому у одних игра была большой ролевой игрой, у других – аркады с диска немецкого журнала. У одних была рыбалка, у других её не было. Игра про злого фермера существовала, но каждый сталкивался со своей версией этой игры, поэтому воспоминания так разнятся. Никто тогда не догадывался, насколько верным было это предположение, и насколько сильно оно было ошибочным. Ведь вскоре после находки за Red Sun, PlumDev создала ещё один пост. Она действительно нашла злого фермера. Субтитры создавал DimaTorzok You gotta hide, uh, a dead corpse. You know what? You know what? No, fuck. You know what it is? Harvest Moon. It's just regular Harvest Moon with your wife. And midway in the game, you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with, like a, like a, I don't know, like a, a saw blade. No, no, fuck it. You kill her with, like, a barbecue, uh, kebab, uh, rack. Like a, you impaler accidentally, and you're like, oh, shit, I don't mean that. And at the same time as you gotta, like, you know, rescue, uh, rescue, you gotta manage your farm, you know, raise your chickens and milk the cows. You also gotta, like, hide the body from the cops sometimes, from health security chicks, and, uh, yeah. Только что вы увидели игру про злого фермера. Пользователь Evotasnake опубликовал в дискорде сервера это видео, которое крайне сильно напоминало описание злого фермера. И оказалось, что большинство людей сабреддита уже видели этот видос в районе 2015 года. И даже сам Спарта с удивлением обнаружил, что это именно то, что все искали все эти годы. Все сложилось. Видео под названием Buddy Harvest Moon содержало в себе отрывок со стрима популярного ютубера VineSouse, на который фанат наложил анимацию. В этом отрывке VineSouse вспомнил игру с Nintendo 64, Buddy Harvest, и сказал, что название этой игры для него звучит странно. Как будто бы это Harvest Moon, только вы убиваете свою жену, занимаетесь фермой и прячете тело от полиции. Этот отрывок стал локальным мемом и заинтересовал аудиторию. Фанаты VineSouse нередко создавали по мемам разного рода творчества, в том числе и игры. Например, легендарный локальный мем Terminal 7 про Луиджи с терминальным раком мозга 7 степени превратился в мод для Half-Life 2, где Луиджи погружается в пучину безумия и хаоса из-за своей болезни. И когда видео Buddy Harvest Moon вышло, многие надеялись найти игру по этому мему, но так ее и не нашли, потому что ее не было. Но вот воспоминания о том, что они искали эту игру, осталось, и со временем конкретные детали стерлись, оставив в голове лишь образ игры про злого фермера, который убивает жену. Получается, что все в Сабреддите говорили об одной и той же игре, но представляли ее все по-разному, с разным масштабом, разными механиками и стилем. И именно поэтому многим людям показался знакомым концепт злого фермера. Они смотрели видео VineSouse, но не могли этого вспомнить, а уверенность большинства, что это реальная игра, убедила и всех остальных в ее существовании. Мы в реальном времени могли наблюдать, как появляется эффект Манделлы. После такой истории невольно засомневаешься в существовании фильма про сожженную фигурку и оранжевого динозавра. Вдруг это вовсе не фильм, а совокупность образов, которые сплелись в моей голове. Или этот фильм все-таки существует? А давайте найдем его. А если не найдем, то давайте сделаем. Точно так же, как люди с Сабреддита делают злого фермера. Несмотря на то, что поиски привели к максимально непредсказуемому результату, разрозненные информации и воспоминания создали полноценный концепт для игры, которую сейчас делают. И не одну, а сразу несколько. Самая близкая к выходу игра Replanted, которая, судя по странице Стима, должна выйти уже в октябре. Такова была безумная история злого фермера. Десятки людей прорывались к правде через сомнение, дезинформацию и троллинг, чтобы получить совсем не то, на что они рассчитывали. Бойтесь своих воспоминаний. Они могут быть совсем не тем, чем кажется. А у меня на этом все. Не забудьте подписаться на канал, скидывайте в комментарии варианты названия фильма, ставьте лайк и заходите в группу ВК и Дискорд канал. Там вас ждут. Пись вам, люди. Пока.